Итак, болезни руководителей, физическое здоровье лидера. Болезни руководителей имеют вполне определенную природу. Они связаны с перегрузками. То есть, есть разные люди по-разному болеют. Например, есть люди, которые болеют от того, что они ленятся. Есть люди, которые болеют от того, что они много едят. Болезни лидера всегда связаны с перегрузками. Потому что у лидера есть только одна проблема. Им очень тяжело жить. У него психика нагружена. На нем висит ответственность. Поэтому все болезни лидера связаны с ответственностью. Просто с перегрузками. И они могут разные, эти болезни быть. То есть, есть разные перегрузки. Например, человек перегружен тем, что он держит коллектив напряжений. Значит, коллектив будет напрягать его. От напряжения страдает нервная система. А если человек еще гневается при этом, то полетит печень. Если человек напряжен и работает больше, чем положено, потому что он никому не доверяет, у него пострадает желудок и позвоночник. Если человек находится в напряжении от того, что он неправильно бизнесом занимается и власти на него давят, тогда у него пострадает сердце, у него пострадает ум, может пострадать адекватность, пропадет. Ну, то есть, он может в страх попасть или невроз, может пострадать сердце. Если человек обижает подчиненных, то тоже будет пострадать сердце. Обида рождает обиду. Обида – это сила разрушающего сердца. Если человек с отвращением, с неприязнью со всеми разговаривает, то у него пострадает поджелудочная железа. Если человек похотливо смотрит на своих подчиненных сотрудниц, то у него пострадают половые органы и так далее. В общем, все очень весело. Надо жить правильно, иначе что-то пострадает обязательно. Если человек просто не работает, как и шаг парчет, и он не может успокоиться, отдохнуть, и у него пострадает костная система, позвоночник, суставы. И тем более, если человек работает в отчаянии, у него точно суставы пострадают. Если человек держит коллектив в диком напряжении и страхе, значит, тогда он получит инсульт, и у него будет повышаться давление. Если человек терпит ситуацию и не решает ее, так же у него будет повышаться давление. Если человек занимается темными делишками и постоянно скрытничает, у него пострадают почки. Если человек работает слишком быстро, пострадает кишечник, будет понос. Если человек работает слишком медленно, пострадает кишечник, будет запор. Наконец-то вы начали улыбаться. То есть сегодня лекция такая, немножко, наверное, скучная для вас. Теперь следующая тема. Ну, примерно вы поняли, что такое болезнь руководителя. Всегда какая-то трудность, когда чувствуете гармонии нет в коллективе, значит, будет что-то болеть. Вот такая стиль. Нужна гармония, нужно жить в гармонии с этим миром. Надо не думать, что я все равно их заставлю делать так, как я хочу, а надо понять их уровень людей, адаптироваться к их уровню. Знаете, отношение лидера в коллективе. У него из коллектива это что такое? Это его карма. Он думал, блин, что за уродов-то мне Бог послал. Так это твоя карма. Это вот то, что тебе и положено. В умные достаются в умным, а я досталась тебе. Я, например, своих учеников называю космонавтами. И у меня, как бы, мой учебный центр — это центр управления полетом. Что у меня по судьбе все ученики достаются такие. Они. Они такие, как бы, от всего отстраненные такие. И спейс-аути постоянно. Смотрю одинаково, думаю, ну вот космонавты, значит, центр управления полетом. Это моя карма такая. Ничего не сделаешь. Это такая судьба просто. У каждого свое. То есть каждый будет получать. У кого-то космонавты, у кого-то дурдом, у кого-то курятник. Ну, то есть у всех свое. Каждый свое. И это поле деятельности, с которым надо начинать свой труд. Потому что из этих людей потом должны получиться хорошие кадры. Несомненно, получится. Сто процентов. Нужно просто сначала принять свою судьбу. Вот что тебе положено в жизни, то прими. И дальше из этого... Ну, прими сначала. Принять означает не расстраиваться от того, что они вытворяют. Не расстраиваться. А быть готовым к этому. Уже знать, что именно это они будут вытворять. Уже готовым быть. Уже знать, что именно в этом направлении будет движение идти. Сотрудник и руководитель только. Ну, если у вас руководители рядом с вами, то тоже будет так это работать система. Но они могут быть другими. Пока мне вот подчиненные одни приходят, равные другие, старшие третий. Это все по-разному. Бывают у человека хорошие и старшие его защищают. Подчиненные никуда. А равные так и сяк. Третий вовсе был дурак. Старший умный был детям. И так далее. Ну, то есть по-всякому бывает. Ну, то есть... И надо принять это. Первое, что нужно, принять это все. Это очень важно. Это нужна молитва там и все. Вы приняли свою судьбу. С юмором к этому относитесь. Очень хорошо. Дальше нужно вкладывать в людей. Первое, что нужно вкладывать в людей, это в их духовность. Если вы хотите понять, кто будет ближе к вам, кто дальше, возьмите, поставьте лекцию. У меня есть такой опыт. Вот вам нравятся, допустим, мои лекции. Поставьте мои лекции, послушать коллективу. Смотрите на их глаза. Все, кто слушают, ваши люди, все остальные отвалятся. Больше того, если из лидеров коллектива кто-то заинтересовался лекцией, начал слушать, это ваши люди надолго. И они станут вашими соратниками. Через любую духовную практику постигается возможность быть с человеком вместе. Следующее. Если вы хотите понять и разобраться вообще в людях глубже в вашем коллективе, следующее – это пойти в поход. То, что Высоцкий поедет. С другом в горы там. Ты поймешь, кто с тобой, что это такое. Песня такая. То есть надо пойти куда-то, где нужны решения. И сразу все вскроется, Вы увидите всех людей, как на ладошке. Они перед Вами все раскроются, как на ладошке. Что Вы смеетесь? Про походы. А, то есть по разной походу бывает, да? Не, ну, должен быть хороший поход. Без бухла там и всего остального. Мы об этом не будем. А? Мы об этом не будем. Ну, ладно. А корпоративы тоже хорошо раскрываются. А? А корпоративы тоже хорошо раскрываются. Да нет, они не раскрываются. Ну, они раскрываются по-своему, да, там. Когда бухнут, начинают раскрываться. Но это в бизнесе не помогает. Однозначно. Надо именно трудности создать. И такая атмосфера здоровая должна быть. Вот. Ну, то есть это реализационная такая вещь. И Вам не обязательно это все вводить широко. Потому что люди Вас могут не понять. И вообще у Вас начнутся проблемы. Но Вы делайте это экспериментально. Хотя бы с теми, кто с Вами поближе. Просто поймите, что если Вы будете... Какой-то способ духовного... Ну, не обязательно лекции. Можно какие-то стандарты очень низко снизить. Взять, в церковь все вместе сходить. Посмотреть, как люди там себя ведут. Вам это нужно для того, чтобы просто понять. Или, допустим, у Вас хороший доход, и Вы решили церквушку построить. Просто Вы решили церквушку построить. Смотрите, как реагируют люди на это. Те люди, которые реагируют хорошо, эти люди останутся с Вами. Запомните, есть одно правило. Разум, сила разума человека очень сильно связана с его духовной силой. Чем более духовный человек, тем он более надежный. И он станет хорошим лидером в коллективе. Понимаете, есть хорошие исполнители. Люди, которые способны делать свое дело, идти домой и получать зарплату. Эти люди не могут никогда стать соратниками в бизнесе. На них ответственность нельзя ложить. Соратники — это те, которые сочетают в себе квалифицированность, верность и духовность. Третьи все вещи дают возможность человеку доверять бесконечно в делах. Но если хотя бы одной из этих вещей не хватает, нельзя его делать топ-лидером, топ-менеджером или соратником, человеком, который будет с Вами вместе идти в ногу. Если у него нет духовных интересов, он разрушит Ваш бизнес. Если у него нет квалифицированности, он разрушит Ваш бизнес. Очень можно здорово ваше лицо. Сейчас очень много людей, которые церквленные. А церквленные не означает духовные. А вот как понять? Позвольте пойти... Духовный человек — это тот, который интересуется духовной практикой. Он очень искренне хочет молиться, ему это интересно, он слушает, задает вопросы, искренне общается с Вами на эту тему. Это духовный человек. Вы знаете, очень много сейчас людей, которые... Даже есть такая фраза. Люди в церкви — это толпа кающихся. То есть нужно очень здорово ошибиться. Сейчас, к сожалению, очень много людей, которые чисто очень формально идут в церкви. Ошибиться можно. Как Вы считаете, Вы во мне ошибетесь или нет? Я думаю, что нет. Но вот у меня, собственно... А я Вас тоже не ошибусь. Знаете почему? Потому что Вы искренне говорите о духовном. Сто процентов безошибочно Вы надёжный человек. Сто процентов. Мне нет сомнений в этом. Спасибо. К сожалению, меня вот по жизни окружают люди, которые вы церквённые, которые вроде искренне говорят, но... А у Вас нет чувства, что такое духовная практика. Вам надо развиваться в этом направлении. Вам надо учиться понимать, что такое беседы, искренние беседы о духовном. Когда человек совершает такие беседы, он никогда не предаст. Пытайтесь это понять просто. У Вас не хватает Знаний. Я думаю, всех присутствующих, таких, как я, очень много. И если они просто по формальным признакам, нельзя... Вам надо начать? Вам надо начать двигаться в этом направлении. Вам надо начать ходить в церковь, смотреть на людей. Понимаете? И постепенно Вы увидите соратников и просто интересующихся. Вы увидите фальшиво интересующихся. Вы увидите святошей, людей, которые себя что-то строят. Всё это перед Богом раскрывается очень явственно. Проблем никаких нет. Но если Вы поймёте эту жемчужину, кто такой человек, который интересуется духовным, ответственный и верный, когда Вы это всё увидите, тогда у Вас не будет сомнений, что с этим человеком вместе надо создавать команду. Но если Вы не будете заниматься никакой духовной практикой, Вы это в человеке никогда не увидите и никогда не раскроете. У Вас не будет чёткого представления о человеке. Только время духовной практики создаётся чёткое представление о человеке. Потому что, ну, когда человек просто молится в церкви, это не значит, что он духовно развитый. Духовно развитый человек — это человек, который искренне говорит с Вами о духовной жизни. Не потому, что Вы его заставили это делать, а потому, что у него такая природа, ему хочется об этом говорить. Он рассуждает с Вами о духовной жизни, вопрошает о духовной жизни, говорит свои откровения. И при этом он хороший специалист. И при этом он верный человек. Это значит, что его надо ставить в руководство. Самое высокое руководство, от которого зависит судьба всего коллектива. Вы думаете, сейчас в обществе процентов этих людей достаточно, чтобы… У меня два таких человека вокруг меня. Вот Вячеслав Назаров такой человек. У меня два таких человека, и на подходе еще человек пять. Я уж и не уверен в них на сто процентов, но я вижу, что они скоро станут такими. Но вокруг Вас не удивительно, понимаете? А почему вокруг Вас удивительно? Ну, потому что… Я просто для примера могу сказать женщине, что занимаясь духовной практикой, в моем подчинении люди, и люди тянутся к этой духовности, и расспрашивают, и интересуются, и ходят со мной в семинары, и ходят со мной в церковь. Вы соратника нашли себе среди них? Человека, на которого ответственность можно брать? Ну, я у своего начальника, вот как бы соратник, он мне старше, как соратник. Это Вы соратник у него. Вы считаете? Ну, вот мои… Нет, это я Вас спрашиваю. Посмотрите, вот она ответила на все вопросы. Видите, она говорит, «Я еще не нашла, но они движутся в этом направлении». Вы поймите такую вещь, что когда Вы начинаете заниматься духовной практикой вместе с коллективом, то тогда это движение начинает идти вперед. У Вас начинается все раскладываться по колкам. Кто Ваш, кто почти Ваш, кто чуть-чуть Ваш, кто совсем не Ваш. Все люди распределяются, не знают, что Вы их выгонять, просто Вы на них ставки не делаете. Они работают, все и работают, понимаете? Но Вы их не выгонять ничего, просто Вы знаете, от этого человека нечего ждать. Мне кажется, все мои. Кто не мои, то… Ой, моя хорошая. Вот когда у Вас трудности в коллективе начнутся, тогда Вы увидите, как это все расчетверится. Все мои вдруг один туда поперт, другой туда. А если Вы будете с духовной практикой вместе заниматься, у Вас все четко будет ясно. Вы будете прогнозировать ситуацию на все 100%. Нет, сейчас мы продолжим с ней. Смотрите, Вы больше не спрашивайте меня. Знаете почему? Я не хочу с Вами спорить. Нет. Не поэтому? Но почему? А потому что знание вошло в Ваше сердце. Капелька знаний вошла, оно дало Вам спокойствие, и Вы начали думать. Вы сейчас будете думать. Я сейчас буду думать на эту тему. Знание чуть вошло в Ваше сердце, поэтому Вы успокоились сразу. Когда знание входит в сердце, человек успокоен становится, вопросов нет уже теперь. Хотя Ваш ум говорит, он меня не понял, Олег Геннадьевич. А может быть, Вы меня не поняли. Есть же разные варианты. Так? Да. Но знание уже вошло в Ваше сердце. Вы будете это изучать? Нет, но есть о чем-то. Есть о чем-то. Но здесь думание ничего не поможет. Надо совершать эту практику. То есть нужно реально просто создать какую-то духовную жизнь в коллективе. Причем такую, которая соответствует его уровню развития. Допустим, коллектив совсем нулевый, духовно. Надо просто элементарные вещи взять, допустим, на пикнике, фильм «Остров» посмотреть, неожиданно поставить. Посмотреть на реакцию людей. Это же просто фильм. Фильм смотрим же. Одни скажут, блин, а что мы такие фильмы раньше не смотрели? Опа, сразу интересный человек. Другие скажут, да все это фигня. Я пойду отдыхать домой. Это неинтересно, эти все фильмы. Сразу все, сразу реагируют, сразу видно, что у кого на уме. И ошибок здесь не бывает. Пытайтесь это понять. Не бывает. Вы что, доскратите сказать? Да. А правильно я понял, что коллектив должен быть одной конфессии? Нет, неправильно. Абсолютно. Даже соратники могут быть разных конфессий. Вообще неправильно я понял. Ну, можно не обязательно с ним обсуждать духовный вопрос в церкви. Можно это просто делать за чаем. Лучше одной конфессии. Лучше. Но можно и разно. Все зависит от вашей судьбы. На лекции люди ходят разных конфессий. И они очень близки мне. Я, например, приезжаю, когда в Ижевск. Я живу у православного человека. Дома. Он очень искренне православный. Он бизнесмен тоже. Он строит. У него большой коттедж. И находит еще место для меня. Там тоже отдельное пожить. И он со мной обсуждает духовные вопросы. Очень серьезно мы с ним общаемся. Он там, в этом месте, у него там коттеджный поселок. Он в нем живет. Он там строит церковь. На свои деньги. Очень серьезный православный. Слушает мои лекции. И я у него прямо живу там дома. Он знает мою духовную жизнь. Духовную практику. И делает так, чтобы мне было удобно. Когда я приезжаю в Уфу, я живу в доме мусульманки. Причем такой мощной, что она читает Коран на арабском языке. Она мне выделяет комнату свою. Сама уходит из квартиры. Выделяет мне квартиру. Приходит на мои лекции в национальных одеждах мусульманских. Слушаю. Продолжать? И так далее. То есть нет такого, что прямо разница духовная, значит все. Это признак недоразвитости просто. Развитые люди, они очень духовно сотрудничают друг с другом. Разных конфессий. Им нравится. Быть вместе. Они стремятся к миру. Мир — это признак развитости духовной людей. Между конфессиями. Признак развитости. Вражда — признак глупости. И все. Духовная практика может быть очень… Надо просто найти свой способ. Она может быть очень простой. Но когда она есть, она сразу вскрывает в людях их потребности. И уровень развития личности она вскрывает. Следующее — это совместная деятельность. На благо общества. Это следующий слой. Это ниже духовной практики. Но этот слой, он очень сильно открывает надежность человека. Ну допустим, мы завтра поедем все вместе облагораживать садик там возле такого-то здания. Допустим, или еще что-то. Ну найдите способ. Где вы возле церквушки, там будем деревья сажать. Газончики делать. Просто идите и какой-то полезный труд совершаете. Или мы детей накормим там в каком-то приюте. Вы начинаете это делать, смотрите на коллектив, смотрите на людей. Что произойдет? Одни люди, им нравится добрые дела делать, они будут с удовольствием это делать, а другие будут так, им это неинтересно. Тем, которые неинтересны, они у вас тупо работают, просто капусту получают. Когда у вас спад начнется экономический, все эти люди уйдут из коллектива. Или почти уйдут. А те, которые любили это делать, они все останутся. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что не думайте, что просто тупо вместе работать решает ваши вопросы вашего существования коллектива. Потому что коллектив нуждается в разных сферах обучения. Коллективу нужно духовное образование, нравственное образование. И профессиональное образование также нужно коллективу. Это образование тоже осуществляется неформально. Лучше человека, чтобы учил тот, который знает специальность, чем просто какой-то преподаватель за деньги. Понимаете, это тоже к этому надо подходить неформально. И это тоже вскрывает человека. Потому что если человек хочет учиться у такого мастера, значит он настоящий специалист будет. А если он не хочет, он пассивно учится, значит на него нечего рассчитывать. Понимаете, есть разные уровни обучения коллектива. Если вы не вкладываете в обучение коллектива, то шансов нет вам быть счастливыми в этой деятельности. Есть такая пословица японская, что разумный человек, умный человек облагораживает почву, на которой он работает. А разумный человек обучает тех, кто должен облагораживать почву. Обучает, создает команду.